друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу вам показать три простых способа как нарастить наполнитель до нужного вам размера очень часто можно столкнуться в лоскутном шитье с тем что не хватает ширины наполнитель например у вас плед размером 250 на 250 сантиметров а в магазине наполнители только шириной 110 180 и 220 сантиметров в таком случае вам нужно будет наращивать наполнитель несколькими кусками как же это сделать я вам сегодня покажу давайте начнем первый способ это с помощью строчки зигзаг если у вас есть такая декоративная строчка то вам очень повезло для этого мы выбираем нашу строчку и делаем настройки так как у меня машинка имеет максимальную ширину стежка 9 миллиметров я устанавливаю обычно такую ширину а длину я беру ровно половину от этого значения то есть если у меня 9 миллиметров ширина зигзага то я строчку обычно длину делаю четыре с половиной миллиметра если у вас ширина стежка 5 миллиметров то соответственно длину стежка лучше сделать два с половиной либо три миллиметра также стоит отметить что нужно уменьшить натяжение верхней нити чтобы у вас не образовывалась волны я это на практике чуть дальше покажу о какой волне идет речь ну а я покажу на примере у машинки у которой ширина стежка например всего лишь 5 миллиметров тогда длину я делаю стежка два с половиной либо 3 миллиметра в данном случае я установлю 3 миллиметра длину стежка и буду прокладывать строчку при таких настройках также натяжение нити я сейчас установила стандартная которая у меня установлена обычно на машинке чтобы вам показать разницу между натяжением нити беру 2 лоскута наполнителя можно его конечно внахлёст делать но мне не очень нравится потому что создается дополнительная толщина поэтому я больше люблю соединять наполнители именно в стык на машинку я установила специальную лапку обычную для декоративных строчек на которой есть красная разметка которая позволяет мне ориентироваться как раз таки делать строчку по центру то есть вот эта отметка у меня идет ровно по стыку совмещает 2 лоскута наполнителя и прокладываю строчку тем самым у меня зигзаг получается ровно по центру вот что у меня на этом этапе получилось соединение получилось достаточно надежным и во время стежки это конечно еще укрепиться далее я вам покажу что может случиться если натяжение нити не уменьшить и сделать длину стежка чаще чем два с половиной миллиметра то есть сейчас я задам настройки 2 миллиметра длину стежка и покажу вам как это будет выглядеть на практике натяжение нити я оставляю таким же как и в предыдущем предыдущий раз чтобы показать о какой волне идет речь и прокладываю строчку вот смотрите на этом примере прекрасно видно что в этом месте у нас растянулся немножко наполнитель и образовалась волна чем чаще делать зигзаг тем больше вероятность как раз таки возникновение вот этой волны если вы не уменьшите натяжение нити поэтому лучше уменьшать натяжение нити тогда у вас такой проблемы не возникнет второй способ который я хочу вам показать это декоративная строчка похожая на елочку она мне нравится больше чем зигзаг я установила настройки для своей машинки длину стежка я также делаю примерно половину в данном случае сделала 3 миллиметра опять же я ориентируясь на стык натяжение нити уменьшаю чтобы мне не было волны и прокладываю строчку вот смотрите вот такая строчка у меня получилось она мне нравится больше она и выглядит красивее и соединяет мне кажется надежней не создает никакой толщины в общем вот эта строчка мне нравится больше чем зигзаг поэтому я ее использую да она чуть подольше делается то есть помедленней по сравнению с зигзагом но вот такой способ я больше люблю чем предыдущий ну и третий способ он подойдет для тех у кого простая прямострочная машинка у которой у которых нет декоративных строчек тогда помощь идет ручное шитье я соединяю два наполнителя можно это делать с помощью булавок а можно делать это просто малярных скотчев чтобы они не разъехались и берем нитку с иголкой раньше кстати я такой именно способ практиковала и соединяла именно таким способом берем иголку и вдеваем ее под первый первый кусок наполнителя далее берем и вдеваем иголку под второй кусок наполнителя то есть у нас нитка проходит под наполнителем теперь снова в предыдущий кусок наполнителя опять иголку мы подводим под у нас получается тоже имитация стежка елочка как предыдущий способ но просто ручной тут вы сами можете выбирать какую длину стежка делать какую ширину стежка делать можно реже сделать можно чуть почаще почаще сделать главное здесь тоже обязательно нужно следить за натяжением нити если вы будете сильно натягивать то у вас два наполнителя просто будут собираться в гармошку и это помимо того что у вас деформируется это все у вас еще и создастся дополнительная толщина вот еще один такой вот способ простой но тоже надежный особенно если вы будете делать стежку это все закрепится ничего не разойдется не бойтесь делать и таким способом наращивания наполнителя также люди делают самый простой способ просто берут и сметывают два куска наполнителя обычным стежком то же самое здесь мы смотрим чтобы у нас было не сильное натяжение нити выбираем длину стежка и ширину стежка самостоятельно как вам хочется и сметываем два куска наполнителя я сейчас вам наглядно покажу что будет если натяжение нити не учитывать вы сильно перетягиваете допустим до нитку если сильно перетянуть вот вот у вас что происходит деформация идет и создается толщина поэтому обязательно следите и не перетягивайте вот такие три способа я вам сегодня показала выбирайте тот который вам более удобно если у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите под видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я продолжу дальше снимать полезные видео патчурки на своем канале всем пока